Мясо индейки считается самым полезным, оно отлично подходит для приготовления нежирных, диетических супов. Сегодня у нас такой суп с гречневой крупой, готовим вкусный, сытный суп для взрослых и детей. Готовится гречневый суп с индейкой очень просто, для бульона подойдет любая часть тушки этой птицы. У меня было плечо, если готовый бульон будет недостаточно прозрачным, то его нужно процедить. Гречневую крупу следует перебрать и хорошо помыть, при наличии готового бульона, на приготовление супа потребуется 35-40 минут. Список ингредиентов, в конце видео. Подготовьте все ингредиенты для приготовления супа. Индейку помойте и выложите в кастрюлю, залейте свежей водой, поставьте на плиту и доведите до кипения, снимите пену. Сделайте огонь самым минимальным и варите индейку до мягкости. Если есть необходимость, бульон процедите, картофель очистите, помойте и нарежьте кубиками. Выложите в кастрюлю с бульоном и начинайте варить суп. Морковь и лук очистите, помойте и мелко нарежьте, выложите в сковороду с рафинированным подсолнечным маслом, припустите овощи на небольшом огне в течение 7-8 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. После добавьте лук и морковь в кастрюлю. Через 20 минут приготовления супа, выложите в кастрюлю гречневую крупу, которую предварительно тщательно помойте и если нужно переберите. Суп посолите и варите до готовности всех ингредиентов. В готовый суп добавьте нарезанный укроп или петрушку, а также выложите мясо индейки без кожи и костей. Гречневый суп с индейкой готов, подавайте на первое в обед, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Индейка, 350 грамм, гречневая крупа, 3 столовые ложки, Картофель, 2 штуки, морковь, 1 штука, лук репчатый, 1 штука, подсолнечное масло, 30 миллилитров, рафинированное, соль, по вкусу, укроп, 10 грамм, количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которые поможет вам вкусно готовить. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.